Только ради Бога не пугайтесь. Я сам боюсь. Свет, наверное, об этом я мечтал всю жизнь. Для меня что-то непонятное. Это тяжелое. Это не мамкин огород. Так, ребят, всех приветствую. Многие видели шорт последний на канале. Больше месяца назад я мотался в Лоукский район, купил участок на берегу. Там первая линия. Там есть небольшие строения, которые уже в полуразвальном виде. Поэтому в этот раз едем не только порыбачить, там где-то потаежничать, но и заниматься участком, приводить в порядок. Из хороших новостей то, что через несколько дней должны приехать в Лоухи на поезде мои братья Дима и Сергей. Они взяли билеты уже в Минск, в Лоухи. Ну и я их там встречу. И позанимаемся. Помогут мне как бы физически. Ну вот в планах позаниматься на участке делами. И там мусор какой-то убирать. Что-то там со строениями. Там банька какая-то полуразрушенная. Строение для жилья как бы есть с печкой. Там тоже печкой надо заниматься. В планах как бы позаниматься этими делами и съездить там на 2-3 дня куда-нибудь порыбачить. Может быть на реку, может быть на озеро куда-нибудь. Ну не будем загадывать. Я предлагаю сначала попасть на место и уже там по ситуации будем действовать. Вверх на реке, ребята, красота. У меня аж мурашки по коже. Здорово. Только ради бога не пугайтесь. Я сам боюсь. Ничего. Приведем потихоньку в порядок. А то атмосфера здесь какая. Да. Наверное запаркуюсь во двор. Дружочек мой прибежал. Эх ты. А я по тебе соскусился. Красавчик какой. Молодец какой. Молодец какой. Молодец какой. Молодец какой. Ну я тебе сейчас пирожок дам. Иди. Аня тебе пирожок испекла. Мне конечно жалко такую вкусняшку давать. Но я с тобой поделюсь. Половинку дам. Вдруг не захочет. Так. Кусочек попробуем дать. Эх ты. Все. Значит весь отдам. Мне там еще целых три штуки на утро. Ой ты красавчик. Держи. Все. Молодцага. Вдруг не захочешь. Объект будет. Вдруг не захочешь. Вдруг не захочешь. Вдруг не захочешь. Субтитры делал DimaTorzok Ребята, у меня эмоции переполняют Просто Не хочу орать Потому что, может быть, рядом люди спят Еще что-то, потихоньку говорю Блин, кайф Я обалдею вообще Представляете, вот там Сто метров болот Или какой-то там лесотундры И там вода, река Хоть и с дороги уставший Пойдемте посмотрим И дружочек с нами Сходит Крышу сверху Раздавило, соответственно Стену выдавило наружу Вот Братики на днях приезжают Надо будет Пробовать с этим что-то делать Ну вот срубик Баньки Завтра с вами внутри Посмотрим там Конечно Пока все печально Я думаю, что все поправимо Вон там у нас Просвечивается Просвечивается вода Сейчас дойдем Сейчас дойдем, включимся Смотрите Я когда 16 мая сюда заезжал Тут снег лежал Не провалиться бы в болото Я в кроссовках Ага Чмякает под ногами Вон кругом у нас Птички Следы присутствия Да зря в кроссовках Пошел Уже Уже сырые Но на эмоциях Нормально Надеюсь Я вас не сильно Не вам не сильно затягиваю Это мероприятие Ну Когда я приезжал Повторюсь 16 мая На реке был Лед И Здесь лежал снег И этой атмосферы Не было А сейчас хочется Вместе с вами Первый раз Отсюда Посмотреть Уже Новым взглядом Ой Вообще Ребят У меня Мандражики Ноги мокрые Я уже Начерпал В болотце Здесь кругом Багульник Брусничник Местами Будем потихоньку изучать Привыкать Эй Дружачек Ты со мной Какой ты умничка Мне очень нравится Именно Лайки Вот такие Сухие Спортивные Обожаю И это вот соседский Соседская лайка Ой Ребят Смотрите Смотрите Что делается Ребят Наверное Об этом я мечтал Всю жизнь Малыш Ты со мной Ты со мной Красавчик Не знаете Как тебя зовут Ты божь красавчик У меня Рассвет на реке Смотрите Ребят А здесь мы будем Пробовать Рыбачься куней Острова Тоже остров Тоже острова Это река Но она как сеть озер Здорово Вдалеке там туман Утренний Все ребятки Пойду Искать ключи Открывать И ложится Вода Чистейшая Просто чистейшая Все дно Видно То есть Блин Не взял с собой Чайник Ладно С утра Дойдем Зубы почистить Потому что у меня Воды с собой нет Наберем отсюда Чайничек Класс До сих пор эмоции Так Где там Ну здравствуй Избушка Спертый маленько Запах Где тут Свет Какой Есть Нет Непонятно Непонятно Так Включили свет Вот Упасть Мне есть Где Здорово Картины У нас Леса достались Магнитофон Это радио Печурка Блин Ребят Ну здорово Это Не знаю Это конечно Может быть Я сумасшедший Вот Но мне это нравится Там у нас Крыша Обвалена Вот И потолок У нас Вот здесь Вот поэтому Я братиков Извал Помогать мне А так В целом В целом Нормальная Комнатка Надеюсь У нас получится Все это Привести В порядок Вот Москва Тоже не сразу Строилась Поэтому Поэтому Не знаю Как я сегодня Засну В общем Все Ребят Вырубаю Эфир Вот И Буду пробовать Заснуть Поспать Немного Участков Пять Завтра Делами Надо Заниматься Все До Завтра Доброе утро Друзья У меня Уже Почти День Ставил Будильник Но Меня Соседи Мужики Подняли Раньше Один Пришел В дверь Стучит Хозяин Открывай Вот Второй Мужики Все такие Добродушные Разговорчивые Столько Много Интересных Историй От Уже И про Рыбалку Вот И где Чувакую В воду Родничок Вскроется Море Информации Классно Спалось Шикарно Птички Поют Хотел С утра Сегодня Сходить За водой На реку Но Дождик Пошел Буду Весь Мокрый Поэтому Чай Чай Из Термоса Он Еще Там Чуть Теплый Должен Быть Попью Чайку Много Делал Связи У меня Нету Здесь Никакой Надо Поехать Мегафон Симку Купить МФЦ Ездить Договор Разобрать Электричество Поехать Переоформить По Межеванию Позвонить В общем До фига Делал У меня Еще Крендилечки Остались Которые Аня Вытягли Пекла Спасибо Ей Большое Позавтракаю Поеду Заниматься Делами И Надо Будет Купить Какие Это Продукты Там В Пятерочке Или В Другом Магазине Холодильник Вечером Затащить Чтобы Был Какой-то Запас Продуктов Завтракал И Погнал Заниматься На целый день Дел Таких Разъездных Раскатных Ммм С Сахарком С маком Одно Только то Что Они Рукотворные Класс Домашние Домашние Рукотворение Сейчас я себя угощу Закупился продуктами Помидорчики, даже мясо какое-то неплохое нашел Сейчас на первое время водички взял питьевой Ну и раз такое количество продуктов надо заниматься Надо холодильник вытаскивать, где-то подумать, где его устанавливать, чтобы продукты хранить И надо заняться Там есть колодец на участке, черновой, для воды Постираться, посуду помыть Надо было туда шланг, насос, удлинитель какой-то тащить, придумывать В общем, есть чем заниматься на сегодня Надо придумывать, куда холодильник поставить По хорошему, вот от входа, он вот сюда просится Вот здесь неплохо встал бы, он небольшой Но здесь нету розеток Сейчас тащить там, заниматься электричеством я не хочу Вот, и далековато от кухонной зоны Здесь у нас получается двухкомфорочная газовая плита Надеюсь, она рабочая Сзади труба выведена И кусок шланга короткий был вот здесь вот заден Сделан Я вот здесь вот в стеночке сделал отверстие И короткий шланг сюда вывел Тут у меня протективный газовый баллон Пока здесь, скорее всего, встанет И здесь сбоку холодильник Вот, и сразу же действующая розетка Ну, пока по планам так Вот, и сразу же действующая розетка Надо закрывать А то комарики Так, стульчики Что-то похоже Термос для еды Ух ты, литры на три Термос Вот это подгон Супер Это что-то из СССР, по-моему Я таких давно нигде не встречал Это вон там Хош Кашу какую там Супчик, борщ, харчо там Чего угодно с собой Горяченько И можно в лес Замечательно влазит Вещь не тяжелая Не знаю, килограмм сорок Но неудобная Перевозили мы его стоя Поэтому я думаю, что Ему даже отстаиваться не надо будет Можно было сразу Включать Красота нарисовывается Чуть не знаю Может я дурью маюсь Но вот мне пришла идея Поставить вместе с этим Транспортировочным поддоном И все-таки это вагончик Такой Полы тут немножко шатки А у поддона Площадь контакта Прямо очень хорошая Вот он неплохо выполнен Сейчас остатки пенопласта Уберу и попробую Прямо с деревянным поддоном Совсем поставить Давай-ка брать из назад И вон туда Мне в принципе на поддоне Что устраивает Так Красота Вот такая здесь Морозилка В принципе литров 20 Точно в ней есть Камель длинный Вот он будет рядом Со спальным местом Здесь кровать На которой я сейчас Сплю И его еле слышно То есть он очень тихо Работает Здорово Такие холодильники Наивито были Я думал А бувшный взять Там 5-7 тысяч Був холодильник Вот А потом подумал Переть его сюда Полторы тысячи Сломается Ну блин вообще обидно Там он на улице Два лежат в стопке Как бы Да Идут процессы Шумит он Вот И этот холодильник Я прям доставку к себе Во Внуково заказал На работу Он там что-то Вместе с доставкой Там 16 копейками Получился Вообще Как бы нормальный вариант Вот Потому что Ну Хочется Чтоб послужил Все Пусть немножко Охолаживается Я сейчас попробую Плиту запустить Открываем кран Что-то идет Угу Ох Красота какая Все Можно ставить Что-то готовиться Выживалого не будет Холодильник у нас есть Газ у нас есть Удобство на улице Только с водой Ребятки пока проблема Вот Можно что-то приготовить Поставить Пусть тушится Варится Жарится И чем-то Заниматься Другим Блин Ну красота Времени Час ночи Вот Ездил в Лохи Выложил видео Шортс Как я там Холодильник Плиту Наладил И заехал На реку Поделиться с вами Этой красотой Блин Вообще Ребят Класс Вот это вот Постройка Пока Для меня Что-то непонятное То ли беседка То ли для чего-то Другого предназначенного Сосед приехал Там через участок Косит Думаю Надо тоже выкосить Пока Бурьяном Все Полностью Не заросло Но Очень много Мелких Деревиц Надо их Сперва Убирать Вот Надо Топор Вроде бы Жалко В землю Месить Может быть Лопатой Я брал С собой Лопаты Но Без черенков И вот Такой Хосблок Стоит Я вообще Ни разу Не открывал Может быть Здесь Есть Лопаты Сейчас Маним Какие-то Гвозди Тазики Вон Ножовочка Есть Рубанок Старенький Лопат Не вижу Веник Уличный Череночек Коротенький Ну В принципе Пока Подрубить Деревицы Пойдем Канистры Тазики Какие-то Ящики В принципе Лишнее Вывести А так Кое-чего И пригодится Лошадиная Сила С краской Что ли Водно Дисперсионная Ну В общем Да Разбираться Надо Укрытие Есть Прикольно Ладно Сейчас Лопату Подналадим Поубираем Немножко Деревицы Пока погода Есть Дождя Нету Надо Пройтись Покосить Деревицы Покосить Спасибо за합니다 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Сейчас надо подумать, где перекопать. Грядок я сейчас никаких особо не планирую. Да и нерационально надо домом заниматься. А вот картошечку хочу успеть посеять. Наверное, где-то вот там. Пошел небольшой дождь. И я сразу вспомнил, что сегодня только завтракал. Надо что-нибудь забабахать на обед быстренько. Сейчас время 5 часов уже. Вчера холодильник загрузил. У нас тут хлеб, чай к чаю, печенье, сахар, специи. Ребрышки, колбаса, сыр, яйца. Курица, шпроты. Классная штука. Огурцы, помидоры, капуста. Мазик. Без него никак. Как чеснок, лук, масло, оливки, маслины. Вот. Сейчас надо подумать, чего. Так, чайничек. В первую очередь. И может быть, может быть, может быть. Там у меня купатики есть. И пока всю картошку белорусскую мамкину не посеял. Пойду картофану возьму, пожарим. Пока обжариваются купаты. Почистим картошку. И на этом же жирке, который получится после купат, обжарим. Ну, соответственно, конечно же, на каком-то этапе лука добавим. Картошка у нас получилась с жареным луком. Сто лет жарил, не ел. Класс. Так, ну что. Колбаску, по-моему, достаточно. Ну, картошка у нас зарумянилась. Сверху. Но она еще, конечно, засыраем. Вот. Может, можно ее посолить. Крупной солью, если я люблю. И добавить лук. Все, как лук, станет вкусным, золотистым, когда его цвет понравится. Тогда, значит, и картошка уже будет готова. Огонек побольше, не жалеем. Салат не стал делать. Не до салатов. Время надо экономить, потому что дел много. Перекушу, что-то еще успею сделать. Там еще надо убрать, вскопать, посадить. И сегодня еще хотел водой позаниматься. А мне к девяти вечера еще лохи на связь. С родителями на скайп выйти. Поэтому мы будем действовать по ситуации. Класс. Пообедать в шесть часов. На свежем воздухе. На свежем воздухе. Земля. Земля вся в коренях. И она как губка. Здесь очень мало связующего. Как бы вот песка, земли. Конечно, не мамкина нифига. В Белоруссии. Вот. Вот такую веточку нашел. Так. Вот так. И. Как-то вот так. Расщепить ее можно пополам. Эту часть заточить, чтобы она втыкалась хорошо. Так. И еще одну. Одну часть затачиваем. Одну расщепить. Поджигаем нашу спираль. Ой, комаров сука воет. Дымит маленько. И расщепленную вот так вот вставить. Вот так вот. Здесь где-нибудь вот к нем. Комары ведут оседлый образ жизни. Вот. И если мы здесь создадим им зону некомфорта локально, то их как бы здесь в радиусе, например, 5 метров особо и не будет. Если протравить весь участок, допустим, специальной жидкости есть, то там, допустим, ну не знаю, что там неделю-две они будут с соседних участков потихонечку-потихонечку забираться. Вот. Они такие вот на местности как бы живут. Вот. У них одно как бы место и все. Поэтому полезно и косить и все. Так. И думал, что сегодня будет красивый закат. Вот. Время в 12. Почти. Заедем на красивом берегу, чайку попьем. Ой, ребятки, вообще, жара какая. Боже, жара. Боже, жара. Блин, кайф вообще. Блин, задержался, конечно, здорово, но зато статистика по спиралькам, прошло 3 часа, сейчас время 12, обе спиральки примерно одинаково, подгорели еще как минимум на час, то есть я переживал, что они уже разгорели и эффекта не будет. Вот пока стою ни одного комара, но это слабенький опыт, сейчас минут 10-15 покопаю, вот и будет понятно, работает это дело или нет от комаров на свежем воздухе. Блин, если соседи увидят, что я в первом часу ночи копаю огород, скажут, сумасшедший. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Сухая ДимаTorzok ДимаTorzok Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Время 9.06, то есть сезон закрыт. Так обломался, блин. Сейчас где-то что-то одноразовое, еще что-то покупать. И буквально через 15-20 минут звонок. Друзья звонят, Алена с Андреем. Говорит, Макс, ты когда уезжаешь? Я говорю, да вот, собираюсь сейчас, уезжаю. Они говорят, а тебе посуда туда, на фазенду не нужна? Говорю, блин, ребят, говорю, вазон опоздал, как бы нужна. И они мне, блин, целую коробку нагрузили. Там тарелки вот классные, кружечки, чашечки там для чая. Какие-то вилки, ложки, блин. Прям вот такой неожиданностью было приятно. Я просто обалдел. И они еще мешка 2-3 мне нагрузили. Постельное там одеяло, подушки. То есть я вообще сейчас упакован. В дом не таскаю, сейчас не показываю, потому что, ребята, к сегодня встречу завтра будем там пылить, мусорить. И тут места как бы маловато. Как сначала порядок наведем, потом буду все раскладываться. Ладненько, ребят, пообедаю сейчас быстренько. Пожарил яиц, купатинка одна оставалась, тоже ее как бы обжарил. И надо вот пока солнышко постираться. Ночью замочил белье. Вот, там немного постираюсь. Сегодня, может быть, еще колодцем успею до вечера заняться. Ребята, приедут. Я думаю, захочется горяченького съесть. Вот, поэтому на варюка и борща. Ну что, лук у нас уже золотистый. Выкладываем свеклу. Вот, и сразу же, ребят, не знаю, как правильно, но я сразу же сдабриваю уксусной эссенцией. Есть мнение, что так цвет не теряет. Вот. И слегка-слегка просто мы подвяливаем. Зажаривать сильно не буду. Положу соль, лавруху. И закладываю нашу пережарку. Я, между делом, сюда еще зубчика 4 чеснока покрошил в пережарку. Зуборщик пусть доходит, а я поехал на станцию железнодорожной Лоухи. Встречать братиков. Назад будем ехать, надо не забыть, на стояночку доеху с водички не забрать. Вот такая консультация. Поезд прям по расписанию. 3.03. Мне легко было запомнить, как номер машины у серого. 3.03. Прям минута в минуту. Пойду встречать. Прям минута в минуту.